Ну что, друзья, действительно складывается ощущение, что мы живем в какой-то параллельной реальности. У нас есть мир Голливуда, где живут все голливудские продюсеры, большие режиссеры, сценаристы и так далее. Они воспринимают реальность каким-то одним образом. И мы, обычные люди, которые живем вроде бы в той же самой реальности, вокруг нас происходят те же самые события. Но мы как-то видим их совершенно по-другому. Голливуд живет в мире, где «Колесо времени» сериала Эйфа Джаткинса, судя по всему, был просто сумасшедшим успехом, который обязательно нужно повторить как можно больше различных произведений. Мы также живем, судя по всему, в мире, где Генри Кавилл в роли Супермена не интересен абсолютно никому. Но на сегодняшние новости будет еще одна, во время которой можно будет чуточку похихикать, чуточку потереть вот так вот ручками и немножечко позлорадствовать, получить немножко удовольствия. Поэтому давайте приступим. Сразу небольшой дисклеймер, я что-то не очень себя хорошо чувствую, температура полезла вверх, поэтому сегодня в плане энергии я буду немножечко так внизу, не так, как обычно вы привыкли меня видеть. Но эти новости я просто действительно не мог пройти мимо них. Вначале новость о том, конечно же, что Генри Кавилл все-таки не вернется к роли Супермена. После того, как вышел Черный Адам, который абсолютно никому, судя по сборам, не был интересен, несмотря на то, что мне фильм, в принципе, норм вполне зашел, но все равно большая часть аудитории, которая пошла на этот фильм, пошла только лишь для последней сцены. Сцены, в которой Генри Кавилл возвращается в роли Супермена. После чего интернет просто взорвался. Учитывая также новости о том, что Генри Кавилл покинул свою роль Ведьмака в сериале Нетфликса, все пришли к выводу, что он наконец-то возвращается к той роли, которая сделала его культовым. Можно сказать, одним из самых популярных актеров сейчас на планете. И естественно, естественно, многие ожидали как минимум несколько проектов с Генри в роли Супермена, потому что, в принципе, это то, чего хочет народ. И сейчас, когда Warner Bros. делает все возможное, чтобы вырезать, урезать все возможные ненужные расходы, делать все возможное, чтобы в конечном итоге у Warner стали снова прибыльной компанией, которая вкладывает во что-то 100 долларов, а получает обратно 1000, условно говоря, мы были уверены, что есть у нас, можно сказать, 100% хоумран. Генри Кавилл – единственная идея, которая обязательно в любом случае принесет деньги компании. А именно Генри Кавилл в роли Супермена, который, так кажется, действительно универсально любим среди абсолютно всей гиг-сферы. Ну, к нам опять же пришла альтернативная реальность. И сегодня, может быть, вчера Джеймс Ганн опубликовал у себя в Твиттере о том, что он работает над новым проектом. Они работают вообще над целым листом проектов для DCU, для вот этой вот универс, господи, для вот этой вселенной DC. И в конечном итоге нас ждет проект о молодом Супермене, пока он работал журналистом и совмещал это с карьерой Супермена, если можно так говорить, и к роли Генри Кавилл не вернется. Вначале, если честно, я не понял, почему вся паника, почему все пишут о том, что Генри Кавилл точно не вернется к роли Супермена, потому что Джеймс Ганн также написал в Твиттере, что мало, они встречались, обсудили также огромное количество каких-то потенциальных проектов на будущее. Ну, я грешным делом подумал, что, наверное, в конечном итоге все-таки Генри вернутся. Но, к сожалению, в своем инстаграме сам актер написал, что он не будет возвращаться к роли Супермена. И написал он это достаточно однозначно, без каких-либо возможных других интерпретаций. То есть, в конечном итоге у меня складывается такое ощущение, что вот ворнеры сидят у себя дома, у них вот есть курица такая, которая несет золотые яйца. И они думают о том, что, в принципе, им нужно менять стратегию. Хватит уже с курицами. В данной ситуации нам нужно что-то новое. Давайте попробуем построить корову, которая несет, я не знаю, не несет, а которая дает вместо молока нам нефть или что-то в этом роде. И для этого нам нужно обязательно пристрелить эту курицу. Вот я не могу понять эту логику. Почему невозможно было сделать два проекта? Денег не хватает. Но если у вас не хватает денег, не стоило ли бы, конечно же, вложить эти деньги, которые у вас ограничены, в тот проект, у которого гораздо больше перспектив на то, чтобы отбиться, на то, чтобы получить деньги? Потому что только лишь на фандоме, уже без каких-либо вложений маркетинга, вы заработали как минимум десятков миллионов с этого фильма, в котором Генри Кавилл играл бы Супермена. Я не понимаю, что происходит. Многие так доверяют Джеймсу Ганну. Джеймс Ганн, он же такой визионер, величайший гений. А что он такого сделал-то, до сих пор я не могу понять. Кроме Стража Галактики первых, что еще он такого мега-крутого сделал? Прямо вот, чтобы вот можно было схватиться за голову и сказать, боже, действительно, это же гениальнейший гений. Писмейкер хорош. Но у него есть определенный стиль у Джеймса Ганна. Я очень надеюсь, что этот стиль марвеловских смехуёчков не перейдет и обратно в DCU. Я надеюсь на это. Даже если он не перейдет, говорит ли это о том также, что Джеймс Ганн сможет выдержать нужный нарратив и нужную тональность, которая требует вселенная DC, которая очень отличается от марвеловской. Я не хочу всю вселенную в стиле Писмейкера и в стиле Отряда самоубийц. Я не знаю, как вы, мне кажется, что это будет просто капец какая трагедия. Ну, раз мы уже заговорили о трагедиях, давайте перейдем к вам. Точнее к нам, поклонники Гадов Вор, Бога Войны, приключения Кратоса в Скандинавии, который теперь точно будет экранизирован, адаптирован не абы для кого, а для Амазона. И прежде чем мы начнем хвататься за голову, я действительно все-таки хочу сказать, что я стараюсь быть не тем человеком, который сразу бьет тревогу, буквально из-за парочки новостей. Вполне возможно, что все будет нормально. Вполне возможно, что получится очень даже неплохой продукт. В конечном итоге Амазон дали нам пацанов. Кому-то они нравятся, кому-то нет. Но в целом, общепризнатое мнение, что это хороший сериал. В основном, большее количество людей его любят, чем ненавидят. Да, если мы возьмем, например, Колеса власти, гораздо больше людей ненавидят этот сериал, чем его прям реально любят. И что мы знаем на данный момент по поводу этого проекта? Во-первых, да, Амазон. Во-вторых, им будут заниматься создатели сериала Основания. Друзья, простите, пожалуйста, за ошибку. Я, естественно, имел в виду экспансию, а не Основания. И далее в ролике я буду говорить постоянно Основания, Основания, Основания. Знаете, что я имею в виду экспансию. Насколько я понял, этот сериал достаточно хорошо принят как адаптация и как самостоятельный проект от большей части аудитории. Я еще не смотрел, посмотрел пару эпизодов. Мне вроде бы как бы норм, мне вау. Но когда-нибудь я вернусь к этому сериалу обязательно, учитывая, какое количество моих подписчиков мне его рекомендовало. Но самый тревожный звоночек это то, что одним из шоураннеров, режиссеров, сценаристов и так далее будет Рейв Жапкинс. Человек, ответственный за колесо времени. И я не считаю его прям совсем бесталанным, ну вообще никаким человеком, режиссером, сценаристом и так далее. Я думаю, что у него есть какие-то задатки, учитывая то, что в самом колесе времени были неплохие моменты. Но в целом продукт как адаптация книги получился очень плохим. В конечном итоге этот проект ни в коем случае не передавал те эмоции, те тональность, ту атмосферу, которую создал Роберт Джордан в своей книге. Более того, я не хочу прозвучать как какой-то стереотипный человек, потому что учитывая то, что там Рейв Жапкинсон на нетрадиционной сексуальной ориентации, это не значит, что у него нету возможности передать мускулинность Кратоса. Это бред. Женщина может это сделать, неважно кто. Но из того, что я видел по колесу времени, складывается ощущение, что вот именно в этом техническом примере, а именно Рейфи Жапкинсой, стереотип работает. Потому что если чего-то точно не хватало в колесе времени, то это хоть толечку, хоть чуточку какой-то мужской энергии. Потому что в конечном итоге у нас все в колесе времени крутится вокруг женщин. Но это не тот месседж, который поставил Роберт Джордан. Ладно, я немножко отклоняюсь. Роберт Джордан у нас верил в баланс, а не в то, что кто-то лучше другого. Мы видели, как вели себя величайшие полководцы в этом сериале. Мы видели, как вели себя достаточно хорошие, позитивные герои в этом сериале. И мы видели в конечном итоге, как вели себя женщины. Меня это очень напрягает именно в этом проекте. Потому что Кратос, даже в своей последней ипостаси, а именно в Скандинавии, это все равно образец маскулинности. Это все равно просто ходячая куча 10 тысяч килограмм тестостерона. И это нужно будет обязательно передать каким-то образом. А каким образом это можно передать, если человек, который занимается этим, ничего об этом вообще, судя по всему, не понимает? Это действительно какая-то бредовая ситуация. Потому что, опять же, я говорю, мы возвращаемся в сценарий про параллельные реальности. Где, на какой планете, Рэйв Жапкинс зарекомендовал себя настолько, чтобы доверять ему такой важный проект. Одна из самых популярных игр современности. Один из самых крупных хитов, который, безусловно, только лишь своим именем приведет огромное количество аудитории. И да, вполне возможно, что там, как бы, Амазон смотрит на показатели колеса времени, там действительно было огромное количество просмотров. Но, может быть, может быть, всего лишь чуточку послушайте меня. И мне кажется, что это достаточно логично. И мне кажется, что есть немало примеров уже в нашей истории, которые это подтверждают. Что, возможно, все эти просмотры, большая часть этих просмотров, пришла именно из-за того, что колесо времени – это сильная интеллектуальная собственность, которая приведет огромное количество аудитории вне зависимости от качества конечного продукта. Мы видели, например, это с новой кинотрилогии «Звездных войн», где сборы падали, я не помню точно на 100%, но, по-моему, они падали из фильма в фильм. Потому что аудитория, которая изначально приходила на тайтл «Звездные войны», в конечном итоге все более и более разочаровывалась, и все менее и менее людей приходили на показы. Может быть, я не прав. Но это не отменяет того факта, что после того, как вышел мега-крутой, супер-популярный сериал «Колесо времени», прошел год уже, вроде бы должен выходить второй сезон, и абсолютно ноль эмоций, ноль новостей, ноль какого-то хайпа, ролики, которые каким-то образом когда-то выпускаются по теме сериала, собирают в лучшем случае 5-10 тысяч просмотров, и это у топовых блогеров в этой сфере. Как эти моменты в конечном итоге привели Амазон к выводу, что именно Рейд Джапкинс – это тот человек, который должен экранизировать историю Кратоса, который должен экранизировать фэнтези, а ведь в конечном итоге скандинавская мифология – это самое, что ни на есть фэнтези. Более того, я могу вам сказать, что, наверное, все-таки оно даже предшественник фэнтези, если мы возьмем вот эту историю Кратоса, мы возьмем мифологию скандинавов – это то, что сейчас можно назвать вполне одним из прародителей современного жанра фэнтези. Не современного современного, который прямо сейчас происходит, а именно то, что начал Толкин и продолжили его различные продолжатели. Больше нечего особо добавить в данной ситуации. Я обычно один из тех людей, которые осаживают всех, типа «подождите, подождите, мы не видели даже промо-материалов, мы не видели даже картинок, мы не видели вообще ничего». «Очень рано бить тревогу». Но в данной ситуации я могу понять многих людей, которые уже хватаются за голову и говорят, что God of War пропал. Потому что я, наверное, в чем-то один из этих людей. Как бы более рациональная моя часть пытается меня успокоить, сказать, что все еще может быть нормально, что там есть также создатели основания, или как его там называют, ну, какого-то из сериалов. И, в общем, в принципе, может быть все нормально. Но эмоциональная часть меня, которая помнит, что происходило в последней серии первого сезона «Колеса времени», говорит, о боже, шеф, все пропало. Шеф, все пропало. Не получится у нас бога войны. Получится у нас, наверное, богиня войны, ее там, чувак, который ей помогает, периодически лысый такой, с татуировками. Может быть, дойдут ему немножко экранного времени на всякий пожарный, чтобы уж не возбухал. Ну, все-таки я хотел бы закончить сегодняшний выпуск. Простите, пожалуйста, что-то совсем я подмораживает меня в данной ситуации. Все-таки хочется закончить немножко, наверное, на хорошей, позитивной нотке. Хотя злорадствовать, это, конечно, не очень хорошо, но все равно объявили номинантов на «Золотой глобус». Одна из наиболее престижных наград, которые могут получить фильмы или сериал. И да, например, тот же «Дом дракона» получил всего лишь две номинации. Лучший сериал «Драма» и лучшая актриса первоплана «Эмма Дарси», которая играла Рейниру, взрослую Рейниру. Всего лишь две номинации, и в целом даже «Игра престолов», насколько я знаю, по-моему, только один раз выиграла «Золотой глобус». Но есть у нас сериал, который должен был стать просто феноменом, который должен был похорить сердца и умы всех людей этого мира и убедить нас в том, что Амазон – это вообще корпорация добра и ни в коем случае ничего плохого не делает в своей жизни. «Кольца власти» – миллиардный проект, который загнобили злые, вот, токсичные расисты. Тоже не получил ни одной номинации. И да, вы можете тут сказать, что это ничего не говорит о том, что это сериал плохой или хороший, или что-то в этом роде. Но колесо, действительно, колеса власти в данной ситуации – это проект, который должен быть номер один. Таким он планировался дядюшкой Безосом. Таким он должен был быть. И все, что ниже этого – это уже провал. Вот сегодня я как раз, если буду нормально себя более-менее чувствовать, схожу на второго аватара. И если этот фильм будет просто хорош, это будет разочарование. Когда ты выпускаешь продолжение самого кассового фильма за всю историю человечества, и у тебя занимает 13 лет, чтобы сделать это продолжение, ожидания очень высоки. И если колеса власти после таких вот заявок, как самый дорогой сериал мира, как вот самый инклюзивный сериал мира, как у нас вот первый «Эльф темнокожий» и так далее, не получил даже ни одной номинации, это кое о чем говорит. Ну, конечно же, «Золотой глобус» – это все-таки не тематичная сериальная награда. Нас еще ждут Эми, и там наверняка колеса власти отхватят одну, две, может быть, даже три номинации. Но если и там будет по нолям, вот этот вот человечек будет очень-очень счастлив и очень доволен. На протяжении скольких месяцев мы видели с вами статьи о том, что «Кольца власти гнобят хейтеры, тролли и расисты». И это хорошая вещь. Сколько раз мы видели о том, что «Кольца власти» не получили массовой популярности, и это хорошая вещь. Сколько раз мы видели статьи о том, что «Кольца власти» представили диверсити и взбесили всех равиоли. И это хорошая вещь. Я очень надеюсь, что скоро мы увидим новость, с которой написано «Кольца власти» не получили ни одной номинации на «Золотой глобус». И это хорошая вещь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!